В Екатеринбурге, в исправительной колонии номер два, о, как говорится, опять двойка, местные наблюдательные пенитенциарии сняли свежий урожай мобильников, которые, некие хитроумники, попытались с воли переправить в зону, прикиньте, в ведерке с графитовой смазкой, предназначенной для станков одного из производственных цехов ИК-2. Не, ну все правильно, кто во что гораст. Есть спрос, есть предложение. В смазке все-таки лучше, чем, простите, например, в анусе адвоката. Хотя, конечно, тоже грязновато. 15.55, значит, в ходе досмотра материала, как называется, мастика графитовая. В данном ведре были обнаружены данные свертки. Заказчик у нас вот, который доставил аметис. Все, начинаем застывать. Достали свертки, начинаем вскрытие свертков. Поехали. В ведре, значит, было, за место мастики, наложены вот такие вот свертки и скотча. В них были данные сотовые телефоны. Ну, на взгляд, первый сотовый телефон. После очистки товара от грязевых ванн, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что на двойку пытались, можно сказать, пытались со смазкой протащить 9 мобил, 1 МРЗ-плеер с ушами, 9 симок и соответствующее количество зарядок. Запретный плот сорван. Куда его денут дальше? Ну, наверное, в князи, коль скоро вылупился он из грязи. А буквально через сутки после этого изъятия туда же, на двойку, как сообщает пресс-служба ГУФСИН, попытались переправить еще один запрет на мобильный плот. На сей раз без смазки и без фантазии. 5 мобил, 3 симки, 2 зарядки, 2 наушников и 1 флешку тупо перебросили через забор зоны на участке номер 4. Этот подарочек тоже изъят. Счета, видимо, на двойке подзакончились мобилы у зэков. Пошел какой-то сотовый штурм. Два дня подряд неудачные попытки заброса. Случайность? Не думаю. Ждем третью серию.